Пьянство зеленой улицы 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 если провоцирует ребят на распитие спиртного из завоеванного кубка. Кубок – это символ. Он иногда является смыслом жизни для некоторых футболистов. И опускать этот символ до плинтусного уровня распития спиртного из него, как из посуды – вероломство. Неужели непонятно, что распитие спиртного из заветного кубка опускает последний с небес недостижимой мечты до уровня пивного бокала? Кубок – это символ победы, это символ достижения поставленной цели. Кубок – это священный предмет для тех, кто мечтает о его завоевании. Тот, кто превращает предмет святости в посудину для спиртного, не в ладах с нравственностью, с духовностью, с культурой в конечном счете. Вот пишу эти строки и понимаю, что все эти мысли – глаз вопиющего в пустыне. Но кто знает, может быть кто-то поймет меня? Откуда такая тяга к пьянству? Вы знаете, кто такой нормальный человек? Это тот, который живет так, как живет подавляющее большинство. А как живет подавляющее большинство? Очень просто. Лелеет потребности и капризы своего тела. То, что никотин – это наркотик, не знает только слабоумный. Большинство, увы, курит. Об алкоголе я вообще молчу. Алкоголь употребляет не просто большинство, а подавляющее большинство. О сексе и чревоугодии и говорить не надо. Все прекрасно понимают, насколько зависимо общество от этих «радостей». Секс, как и плотный прием пищи, полезен для организма. Но во всем нужно знать меру. Футболисту очень сложно зашорить себя, отгородиться от общества. Именно поэтому я ратовал, ратую и буду ратовать за введение в практику футбола института клятвы. Да, сама по себе клятва ничего не стоит. Достаточно вспомнить о клятве Гиппократа, который давно уже растоптали большинство медиков. Но клятва сама по себе является психологическим тормозом. Не каждый захочет, чтобы на него показывали пальцами, говорили, что он слабак. Не мужчина, что он клятвопреступник. Не думайте ради бога, что я считаю реальным внедрение клятвы в практику современного футбола. В современных командах, при современном уровне тренерского ремесла, существующей футбольной идеологии, это невозможно и даже преступно, так как будет выхолощено и обесценено само понятие клятва. Вернусь к теме. Пьянство – это не просто нарушение спортивного режима. Это вызов тренеру в его потугах создать команду как единый организм. У меня бы Аршавин давно уже не играл бы. И дело совсем не в нем. Пьющие или курящие футболисты – народное тело для создаваемой команды. Единственное правильное решение – безжалостно и мгновенно выгонять таких из команды. Поверьте, лучше остаться с середнячками, уважающими друг друга, чем держать в команде пьющих и курящих звезд. Очень странно слышать о том, что кто-то не понимает, почему мы отстаем от западов в футболе. Откройте глаза, господа. Прежде всего, необходимо очистить команды от пьяниц, курильщиков, героев рекламных роликов, а потом уже говорить о подъеме национального футбола. Чудес здесь не бывает. Успех приходит только к тому, кто тренируется, кто работает над собой, кто критически относится к своей работе, кто уважает тренера и болельщиков. Тот, кто пьет и курит, плюет на болельщиков, на тренера и на своих партнеров. Это элементарно, господа. Таких нужно гнать сраной метлой. И чем скорее, тем лучше. Тот, кто потакает нарушителем спортивного режима, тот сам плюет не только на болельщиков и свою команду, но и на футбол в целом. Что, нельзя прожить без ублажения плоти? Ублажайте, господа футболисты, но только после того, как повесите бутсы на гвоздь. Ключевой в недавнем прошлом игрок шахтера Джатсон, ведь может не брать даже капли спиртного в рот, о чем он сказал в одном из интервью. А почему это не могут делать другие? Если так хочется нажраться до поросячьего визга, потерпите до конца карьеры, а дальше пейте хоть до запоя, если нет ума. И теперь самое последнее. Футболист не имеет права нарушать спортивный режим, так как он играет не один в команде. Непорядочно подводит целый коллектив, ублажая тайное, а может быть явное, пожелание плоти. Или я не прав? Мы все видим, как нарушают спортивный режим то те, то другие, то третьи. И при этом мы чего-то ждем. Чего, господа? У моря погоды? Или вы думаете, что молодой алкоголик осчастливит вас гениальной игрой? Зачем обманывать самих себя? Скажите, вы доверите алкоголику-токарю выточить деталь для ракеты, в которой вы полетите в космос? Доверите? Нет? Тогда почему вы верите, что злостные нарушители спортивного режима могут сделать то, что очень тяжело достигается ежедневным кропотливым трудом добросовестными ребятами. Вам не за кого больше болеть? Я, например, решил быть честным перед самим собой. И отказался от своего родного клуба, Киевского Динамо. Отказался потому, что, твердо знаю, плевать в этом клубе хотели на меня и на мне подобных. Для них главное – пилить бабло хозяев и спонсоров, рассказывая о своем «поднебесном» в кавычках мастерстве молодым подросткам, лепя из них фанатичных поклонников. Уже 12 лет, как я понял, что самая главная моя болезнь – это не Динамо или Челси или Барса, а сам футбол. Его величество – футбол. Надежда живет во мне, как и в любом болельщике. Только конкретные болельщики мечтают о победах своих родных клубов. А я мечтаю о победе всего мирового футбола. О его продвижении, процветании и прогрессии. Посмотрел на Барсу, подумал – вот оно, наконец-то. Но вскоре понял, что это всего лишь трио – Лео, Хави и Иньеста. Затем удивил всех своей игрой белорусский БТ. И здесь я ошибся. Тренер хоть и продвинутый, но мыслит категориями того формата, в котором находится. Ничего путного из БТ не будет. А я так верил. В заключение вывод. Если в команде зафиксирован случай нарушения спортивного режима, который остался без последствий, знайте – ничего хорошего от этой команды не ждите. Во всяком случае, при здравствующем тренере. У меня все, господа.